Конечные суммы такого нибудь, содержащие н слагаемых, все они ограничены сверху некоторым числом. Не превосходят некоторое число. Сколько бы мы не набирали вот этих слагаемых здесь, сколько бы мы не набирали, мы никогда не превзойдем некоторую границу. Вот этот факт, это математический факт, позволит нам сейчас доказать, что в случае причаливания согласно закону 2, время причаливания конечное. Скорость причаливания изменяется согласно формуле 2. График есть, дуга, параболы. Поступим в данном случае следующим образом. Разобьем с вами весь путь от нуля до единицы на бесконечно много участков. Теперь участков разбиения будет бесконечно много. Предыдущий рисунок я уточнил. Сделаю его вариант. Увеличим масштаб по оси С. Вот единицу такую нарисую. Увеличим. А участки пути будут такими сейчас у нас. Первый участок будет от нуля до одной второй. Мне удобно вот так на вторую изображать не посредине, а вот так вот. Это схематическое будет изображение. Условное изображение точек деления. Следующая точка деления. Две трети. Следующая точка деления. Три четвертых. И так далее. Следующая точка деления. Обозначим мы ее так. К минус один разделить на К. Следующая точка. Значит, если я на точку поставлю, то мы пропускаем. Обозначение промежуточных точек деления. А следующее. Какая будет точка деления? Назовите какое-то число здесь. Следующая точка деления. Это будет дробь. В числителе что надо написать? Пожалуйста, громче. Почувствовали закономерность? Как я выбираю точки деления? На три. Итак, сверху. К. К плюс один. Мы замечаем, что тут растут знаменатели, каждый раз на единичку, и числители. Ну, числители отстают от знаменателей на единицу. Получаются правильные дроби, расположенные на отрезке 0,1. И так далее. Так. Давайте теперь мы с вами на первом участке от 0 до 1,2 возьмем скорость меньше, чем исходная. Значит, здесь вот у нас была дуга параболы. Мы возьмем здесь скорость в руках. На втором участке здесь была тоже своя дуга-пераболы, мы тоже возьмем вот так. Значит, на каждом пути мы скорость на каждом участке пути мы скорость уменьшаем. так, и вот здесь тут у меня не будет соответствия, конечно, я подниму вот в следующий дугу-параболы. Покажу вам, что здесь тоже скорость убывает. И на этом участке вместо переменной убывающей скорости мы рассмотрим движение с минимальной скоростью, имеющейся на этом участке. Вот с такой скоростью. Значит, вот эта вот скорость v3 у нас будет ну, я вот так обозначу эту функцию. Закон. График вот такой. Звезакообразная, такая прямая, если можно так сказать. Мы с вами видим по рисунку, что новая функция v3 меньше, чем v2. Ну, или да. Потому что, гравитки, скорость мы уменьшаем причаливание, значит, время увеличивается. Время t3 больше, чем время t2. Согласны? А вот время t3 мы сейчас с вами можем посчитать. время t3 получить удобное представление. Потому что, посмотрите, в случае закона вот этого, пусть это закон движения t3, мы имеем участки, на которых движение происходит с постоянной скоростью. И поэтому здесь работает обычная школьная формула. Надо длину пути развить на скорость. Значит, давайте будем писать. t3 равняется время движения на первом участке. пульс у нас одна вторая, а скорость у нас это значение скорости согласно закону B2 в точке одна вторая. Постоянно. для определения скорости используем формулу 2 при т3 равном на пути в точке s равна 1 второй. Значит, получается корень квадратный единица минус 1 вторая. 2 третий Одно время посчитаем. Следующий участок вот этот. Здесь длина пути какая? Так. А как найти длину второго участка? Пожалуйста, кто скажет? 2 трети минус 1 вторая. Отлично. Правильно. 2 трети правый конец минус 1 вторая. Так. Разделить. Скорость мы берем самую маленькую вот в точке 2 третих определяемую формулой B2. Вот так. Это значение относится к всему именно сейчас. Так. Берем формулу 2 в точке 2 трети. Получается корень квадратный единица минус 2 трети. Плюс и так далее. правая концевая точка k делить на k плюс 1 минус левая концевая точка k минус 1 делить на k. Так. Это длина пути. И длину пути мы должны развить на скорость. Скорость здесь постоянная и она совпадает со скоростью определяемой законом 2 в концовой точке этого пути. это есть корень квадратный 1 минус правая концевая точка k делить на k плюс 1 плюс и так далее. вот таких слагаемых здесь будет бесконечно много, да? Потому что участков пути, участков развеения здесь бесконечно много. Равняется. Опять же, я допускаю здесь некоторую угольность речи и некоторую нестрогость, чтобы успеть вам рассказать суть дела. Значит, посмотрим, что получается. Одна вторая разделить 1 на корень из 2 плюс здесь какая получается разность? Ну, какая-то получается. По-моему, здесь проще обратиться к общему слагаемому. Поэтому давай здесь пропущу, а напишем в точке какой же будет общий вид слагаемого в этой сумме. Значит, работаем в скобках. В скобках знаменатель k умножить на k плюс 1 k умножить на k плюс 1 Посчитайте, что будет в числителе, пожалуйста. Единица. Правильно, я согласен. k в квадрате минус разность квадрата здесь единица. Разделить, так писать, пока не спеша, чтобы не ошибиться. Разделить на корень. Когда мы приведем к общему знаменателю здесь, то под корнем будет единица делить на k плюс 1. Плюс в начале. Да, вы знаете, здесь лучше работать, вот обращаясь к общему слагаемому в этой сумме равняется несколько первых слагаемых, которые мы будем выписывать, обращаемся к общему слагаемому. Вот оно. Так, выполняем здесь вот это действие деления, и результат можно записать таким образом. 1 делить на k, да, и что еще в знаменателе будет? Корень виска плюс 1. Плюс и так далее. Опять говорю, что здесь я ради того, чтобы успеть не различаю конечные и бесконечные суммы, но я думаю, вы согласитесь со следующим. У нас сумма вот таких слагаемых здесь присутствует. Слагаемые такого вида. Давайте вместо этого слагаемого напишем большее слагаемое. Посмотрите, вместо этой дроби я написал такую дробь. Это верное неравенство? Да, потому что мы знаменатель уменьшили. Знаменатель уменьшили, дробь увеличилась. Вот такое неравенство. Это же неравенство относится и к каждому слагаемому в этой сумме. К каждому слагаемому в этой сумме. А сумма вот таких слагаемых, значит, что это, если здесь расписаться, это 1 делить на 1 корень из делиться, плюс 1 разделить на 2 корень из 2, плюс 1 разделить на 3 корень из 2. вот любая конечная сумма таких слагаемых не превосходит некоторого числа. Сколько бы мы не брали таких слагаемых, у нас сумма всегда будет меньше некоторого числа. Откуда это следует? На доске написано про это. Да, потому что вот эта сумма это есть обобщенный гармонический ряд. При каком значении показателя S? При каком значении показателя S получается вот эта сумма? Понятно, что больше единицы, но конкретно при каком значении показателя S? Вот я так пишу. О-к-а-з-а-т-ель-S. В следующий раз, когда мне придется где-то писать, я буду использовать другой здесь показатель, чтобы он не путался с обозначением пути S. Но хорошо, мы смотрим вот на этот обобщенный гармонический ряд. Вот он обобщенный, а вот такой конкретный ряд. Пожалуйста, этот ряд получается при каком S? 3 вторых, конечно, показатель 3 вторых больше единицы, поэтому этот ряд сходит, то есть, если говорить на языке конечной суммы, любая конечная сумма такого вида, сумма конечного числа слагаемых, не превосходит некоторого числа. Значит, что же получается, что мы с вами показали? Значит, если мы даже будем 2 причаливать согласно закону 3, мы причалим за конечное время. Остановимся за конечное время в конецовой точке пути. А если мы с мы будем причаливать с большей скоростью, с большей скоростью В2, то тем более это произойдет. Итак, мы с вами имеем два закона причаливания линейной формулы 1 и вот этот квадратичный в одном случае в первом время причаливания бесконечно, а здесь время причаливания конечное.